Матушка Нана, здравствуйте. Здравствуйте. Повод, наверное, встречи не очень радостные. Девятая годовщина Бесланского теракта. Насколько мне известно, насколько известно жителям республики, женский монастырь Лагирский принимал детей бесланских после теракта и продолжает до сих пор работу по реабилитации этих ребятишек. Расскажите, пожалуйста, об этом. Наш монастырь образовался летом 2004 года. Каз мы получили много раньше, но переехали на это место именно 12 июля. И здесь было все разрушено, страшная разруха, жить было негде. Но страшнее любой разрухи, наверное, на то, что произошло 1 сентября. Мы тогда не имели ни телевизора, ни радио. По-моему, у нас даже один мобильный телефон был на всех сестер. И следить за происходящим, во-первых, мы узнали поздно, и следить за происходящим было очень сложно. Но потом буквально в кратчайшие сроки приехал тогдашний наш епископ, архиепископ Феофан. Вот. И в коротких промежутках между его постоянным пребыванием в Беслане он появлялся в монастыре, наставлял нас о том, как нужно молиться, что нужно делать. Скажем так, о начале операции, если это можно назвать операцией, или, скажем так, о первом взрыве, я узнала, стоя у двери открытой чужой машины, в которой работало радио. И мы этот взрыв услышали в прямом эфире. Если я не ошибаюсь, тогда Заур Фарниев вел какой-то прямой репортаж с какой-то радиостанцией. Потрясение было настолько великим, невозможно было понять, как дальше жить. Жить, абстрагировавшись от этой трагедии, было совершенно невозможно. И через какое-то время, немного собравшись, мы поняли, что мы будем жить с этим до конца нашей жизни. И у нас только два варианта. Делать вид, что этого не было, или сделать все возможное в нашей жизни, и то, что в наших силах, для того, чтобы хотя бы немножко и как-то облегчить жизнь людей, которые видели ад на земле. Буквально в первые дни после трагедии прилетел иерей Андрей Секоев из Берлина, иерей Русской Православной Церкви за рубежом. Он служит в Берлине, в Германии. И за короткий срок им был собран целый самолет медицинского оборудования. Самолет был получен от правительства Германии. И он на этом самолете, сопровождая этот груз, прибыл в Беслан. Тогда он еще не знал о существовании зародившегося монастыря. Когда его привезли сюда, то возникла идея создать реабилитационный центр на базе монастыря. Почему на базе монастыря? Ну, во-первых, потому что реабилитировать внутри Беслана в тот период было очень сложно. И я думаю, 99% пострадавших мечтали уехать из Беслана. Хотя бы на какое-то время. Во-вторых, не все могли себе позволить ехать куда-то далеко. В-третьих, все время ждать помощи от людей, которые живут за пределами Осетии. Тоже неправильно. Мы как бы решили, что что-то должно быть не так далеко. И максимально доступно для людей. И отец Андрей переговорил с владыкой Феофаном. И было решено строительство реабилитационного центра. К этому строительству был привлечен детский фонд Германии, КНХ, Киндернотхильфы, которые к тому времени тоже собрали короткий срок пожертвования. И начали строительство этого центра. Матушка, вы наверняка помните тех первых ребятишек, которые приехали к вам в монастырь. Я помню и первых, и вторых, и третьих. Я помню почти всех, кто у нас был. Может быть, вас это удивит, но почти все дети, которые попали в теракт, они побывали в реабилитационном центре не один раз. Многих мы знаем поименно, с родителями которых мы дружим. За время работы центра мы приняли более 4 тысяч детей. И все это на безвозмездной основе. То есть, ну, наверное, к нам попало огромное количество, кроме бесланских детей, еще и детей, пострадавших в Цхинвале во время войны, поскольку центр и беженцев принимал во время вот этой пятидневной войны. И мы очень стараемся принимать детей из сел, особенно отдаленных, потому что эти дети, конечно, мало вообще что вот такого вот видели. Но поразительно эти дети особенные. Они вот, проживая в этом оазисе закрытости, они сохраняют самые лучшие, наверное, качества нашего народа. Мы, наверное, так и будем продолжать работать. У нас есть диспетчеры, которые набирают детей в Цхинвале, в Беслане, во Владикавказе. И у них стоит задача прислать нам детей, которые действительно нуждаются вот в такой реабилитации. И, вы знаете, мы так долго работали упорно, и мне все время казалось, что, наверное, всего этого мало. Многих возникали вопросов. А почему в монастыре создан центр? Ну, потому что Детский фонд Германии по всему миру работает только с верующими людьми. Это некий гарант того, что их деньги не пропадут, а будут действительно вложены в дело. Ну, вот в 2010 году, когда нас постигло наводнение, вот стихийное бедствие, вода поднялась довольно бурно, то что меня поразило первое, это старшеклассники, которых мы принимали совсем детьми. Они уже выросли, они уже здоровые, высокие, крепкие девчата, ребята, которые приехали совершенно добровольно помочь своему центру, помочь монастырю. И вот это добро по кругу, это для меня самая большая награда. Потому что эти дети, во-первых, в семье своей получили, конечно, это зерно доброты. И в монастыре это зерно в них укрепилось. И это совсем особенные дети. Они никогда не спрашивают о том, есть Бог или нет. Они точно знают, что Он есть. То есть раненых деток лечили любовью в первую очередь? В первую очередь, да. Наш центр не медицинский. У нас нет специализации медицинской. Мы не лечим, как медики. У нас была создана специальная программа, которую мы разрабатывали в Петербурге с психологами православными и неправославными. И прежде всего, это атмосфера любви. Это атмосфера, когда дети попадают в среду, где его любят. Любят просто за то, что Он есть. Да, пусть Он хулиганит, Он разбил стекло, или Он проколол шину, в конце концов, намеренно. Это всего лишь дети. Они через вот эти поступки стараемся объяснить, что так нельзя. Но вот в следующий раз смотри, ты ответственен за других, которые тоже здесь с тобой, ребята. Это работает безупречно. Коста, когда умирал, говорил Карази, Вашгая, Сарут. Машка, но ведь Вы работаете не только с детьми, но и с их родителями, которые также пострадали в теракте с бывшими заложниками. Вот если можно об этом. Мы изначально программу строили так, чтобы в группе приезжающей около половины детей было не терактников. Может быть, это пострадавшие второго круга, третьего, как у психологов есть. Но они не должны быть непосредственно теми, кто находился в школе. Потому что терактники должны попадать в среду более здоровую. И одновременно мы поняли, что есть необходимость в том, чтобы привозить и родителей этих детей. Потому что мы привозили тех людей, которые, допустим, после взрыва год вообще никуда. То есть они просто год жили на кладбище, допустим. Вот бабушка Наташа, та милая бабушка, погибла маму, та милая. Ребенок был совсем маленький. И бабушка немощная, больная. И она потеряла любимую дочь. И вся ее жизнь проходила на кладбище. Это непостижимо. То есть для людей, которые это не пережили, да, мы ужасаемся, но понять, насколько это трагично и ужасно мы не можем. И когда, наконец, нам удалось ее привезти сюда, она долгое время находилась даже в центре. Тамилка играет, бегает, прыгает. А у нее, вот понимаете, у нее состояние было, как же я оставила свой пост вот у могилы дочери. И слава Богу, да, милостью Божией, она потихонечку, один раз приехала, второй раз приехала, третий. На наших глазах человек вот оттаивал. Она оттаивала, она понимала, что там мило росла, да, тоже там вот как-то она свое тепло давала бабушке. Вот такие примеры, они для нас, это то, ради чего мы, может быть, в какой-то мере живем и трудимся, и молимся. Очень много времени с этими детьми проводили. Скажите, вот какая у них одна общая черта? Вы имеете в виду терактников или вообще детей Беслана? Нет, именно тех, которые побывали в первой школе. Дети Беслана, оставаясь детьми, на самом деле очень взрослые. И опыт этих трех дней – это опыт даже ни одной человеческой жизни. И общая их черта заключается в том, что, увидев самое страшное, что вообще возможно на Земле, в них развились, ну, может быть, самые лучшие качества людей. Это способность сострадать. Это способность видеть боль другого. желать в ней, значит, помочь человеку, а не отстраниться. Это их общая черта. Это действительно так. И я хочу сказать и хочу отметить, что эти дети, они по-особенному даже как-то воспитаны. Вот. И еще для них очень характерная черта – это умение собираться в одну семью. Вот то, чего мы хотели. Мы больше всего хотели, чтобы они не остались одиноки. Вот в пережитом. И когда они приезжают сейчас уже, большинство из них студенты, некоторые уже там заканчивают институты, и они собираются на какой-то праздник или еще что-то в монастыре, они чувствуют себя как одна семья. И вот эту способность они дарят окружающим. Хочется быть рядом с ними и хочется в этой семье пребывать. То есть я считаю, главное, что их на сегодняшний день является их главной чертой, особенной и такой вот общей, это умение сострадать. Искренне. Реабилитация, слово может быть простое, но сам процесс очень сложный. В частности, я имею в виду и финансовые затраты, которые несет монастырь, где дети проходят реабилитацию. Вот скажите, как справлялись? Справлялись непросто. Многие говорят, вот о чем это там в монастыре построили. Ну, во-первых, детский фонд Германии, который дал львиную долю средств на строительство, они работают только с верующими людьми по всему миру. То, что касается, допустим, финансирования программы. Если 40% взял на себя монастырь, Русская Православная Церковь за рубежом по финансированию строительства, то сопровождение программы в течение двух лет, до 2009 года, осуществлял Детский фонд Германии, КНХ. После этого они оставили нас, увидели, что мы уже встали на ноги, чему-то научились. Мы к тому времени действительно немножко и здесь окрепли, научились немного зарабатывать денег, искать этих средств, гранты, пожертвования и прочее. Но мы не хотели останавливаться только на выстроенном. Поэтому мы старались искать возможности другие. Например, нам очень помогли люди из Ханты-Мансийского округа. Благодаря Валерии Абаеву, который возглавляет там землячество наше, мы познакомились с прекрасными людьми, предпринимателями, которые выстроили детскую площадку с прекрасными качелями. Это же тоже форма реабилитации, игра. И они какое-то время нас сопровождали тоже. То есть где Сибирь, где Кавказ, но люди там настолько добры и отзывчивы к нашим проблемам, в том числе к цкинвальской проблеме, к войне. По милости Божией они нас не оставили. Но вот, допустим, в прошлом году было принято решение по настоянию и просьбам матерей Беслана, в частности, Сусана Дудева, Марина Пак и Рита Седакова. Они обращались с просьбой главе республики о поддержании нашего детского центра. Действительно, эта поддержка была оказана. Ну, скажем так, мы до сих пор еще второй год сопровождаемся. Ну, на этом, наверное, наша их помощь будет закончена. Мы будем искать другие. Но задача у нас была одна. То есть, как бы нам не было тяжело, например, в монастыре в самом, работа центра не останавливалась ни на один день. И это приоритет. Вот волонтерство тоже слово такое новое, в принципе, для Осетии. Движение новое. Ну, все как-то понимают, осознают, что без него никуда. Волонтерство, ну что, оно просто как слово новое. А понятие милосердия никто никогда не отменял, да? И милосердное служение человека ближнему своему, оно было всегда. Либо ваш сосед в чем-то нуждается, или ваш родственник, еще что-то. То есть, когда человек видит, что кому-то рядом плохо, а он имеет время и силы, и возможности хотя бы немного облегчить нож у ближнего, то это и есть волонтерское такое милосердие. То, что касается нашего детского центра, да, мы привлекаем все время православных, верующих людей. Мы просим кого-то прибрать, кого-то, значит, приготовить, кто-то играет с детьми. Но что сам больше всего меня сейчас радует, это то, что те дети, которые прошли многолетнюю реабилитацию у нас в монастыре, выросли, и сегодня они уже являются волонтерами по отношению к своим младшим. И это потрясающе. Потому что вот эта разновозрастная группа тех, кто в этом же центре вырос, и те, которые только приходят в этот центр, это вот из разряда, вот когда я говорю, что отец мой всегда говорил, в большой семье дети спорят за любовь родителей. И вот в этой семье, когда собираются все эти детишки, они спорят за то, чтобы стать лучше перед Богом, перед людьми, перед своими близкими. И это потрясающе. Старший чувствует ответственность за младшего, младший тянется к старшему, потому что это все, это закономерно. И это и есть реабилитация средой. Матушка, Ваше пожелание бесланским детям? Что я могу пожелать бесланским детям? Мира, добра, тепла, любви. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, наши дети, дети Беслана не потеряли чувство любви к своей родине. Потому что, к сожалению, все, что они пережили в эти три дня и в эти девять лет, потому что их сопровождало, к сожалению, часто и непонимание, и какая-то предвзятость. И много раз мне дети об этом говорили, что где-то, допустим, в поликлинике могли сказать, что в очереди, я имею в виду, кто-то мог, кстати, вот эти пострадавшие уже опять без очи. Понимаете, все это от детей, мы отторгаем собственных детей. И мне бы очень хотелось, чтобы ребята сохранили патриотическое чувство к своей родине, любили бы свою родину как мать. И тогда все потихоньку будет как-то выравниваться. Мира, добра, любви и преданности своему отечеству. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!